Одно поражение, один бой завершился нокаутом в его пользу. И вот он вашему вниманию. Азербайджанская школа бокса, вы знаете, очень сильная, особенно в любительском. Они проводили у себя на родине и чемпионаты мира. Помните, в 2011 году лицензионный боксерский чемпионат мира, где выступали наши прославленные любители боксера, тот же Серик Сапиев, Адельбек, Нязембетов, завоевавшие серебряные награды Иван Дычко. И вызывают нашего казахстанского файтера. Айден Ельжанов из Астаны, местный боксер. Четыре поединка он провел, одно поражение, но зато остальные все три нокаута у этого файтера, вашему вниманию. Для многих, конечно же, вы понимаете, уважаемые друзья, для тех наших казахстанских боксеров, здесь самое главное, это набить себе как можно больше в карьере, в рекордсе, как они сами себя называют, как можно больше побед, для того, чтобы шаг за шагом можно было бы выходить уже на более серьезные уровни, на титульные поединки, как тот же Бейбут Шуменов, который уже очень-очень долгие годы сражается на профессиональном ринге. И был он и чемпионом мира, и сражался он с сильнейшими файтерами мира, тот же Бернард Хопкинс. Конечно же, вы помните этого легендарного боксера. Ну и сейчас ринг-анонсер представит нашего гостя. Две победы, одно поражение, одна победа нокаутом. Поприветствуем Аскар Ракива! И он соперник справа от меня в синем углу ринга. Боец-представитель города Астана, Республика Казахстан. Профессиональный рекорд. Четыре победы, одно поражение, три победы нокаутом. Кошмин-этир-эзбек, Ансана Изарардах Талая, Айдан Ельшина! Все готовы к этому поединку. Последнее наставление от рефери на ринге. Команды, помогайте друг друга. Желаю удачи. Держим кулаки за нашего земляка. Друзья, Айдан Ельжанов против Аскара Рагимова. Астана против Баку. Две столицы тюркских государств Казахстана и Азербайджана. Нужно, конечно же, опасаться боксеров из Азербайджана. Тем более, что здесь помимо Рагимова есть и Эльвин Ахунзада из Баку. Есть Казим Умудов. О них чуть позже, друзья. Вот сейчас слева хорошо попадает Айдан. Но это еще первый раунд. Но нельзя, конечно же, на встречке здесь пропускать. Слева удается удар в голову нашего гостя из солнечного Азербайджана. Азербайджана понимает Аскар Рагимов, что здесь на стороне казахстанца и домашние стены, и опыт, и мастерство, и школа казахстанского бокса. И наглухо закрыт он в начале противостояния. Ну, первый раунд еще впереди. Есть всего сам поединок продлится в четырехраундовом формате. Конечно, хотелось бы, чтобы наш гость из Азербайджана Аскар Рагимов выступил ярче, нежели предыдущие наши соперники. Сейчас в очень плотном бою снова ввязывается в такую вот драку, рубку боксера. Сдалека начинает Аскар, но Айдын, видите, на контратаке, на отходе сумеет зацепить голову, прошу прощения, гостей из Азербайджана. Снова такой вот обоюдоострый поединок в ближнем бою. Хороший прессинг, хороший ритм показывают оба боксера. Нисколько не тушуются Аскар Рагимов, хозяина ринга. Ну и последние секунды в дебютном раунде. И хорошо прочувствовали друг друга спортсмены. Здесь Айдуну нужно, конечно, уже понятно опасаться очень крепкого, неуступчивого боксера из Азербайджана, который здесь еще и пытается некое шоу продемонстрировать. Ну, такие файтеры, конечно же, нравятся зрителям своей открытостью, своими амбициями на ринге. Равные, можно так назвать, первый раунд прошел. Ну, где-то, может быть, в начале трехминутки все-таки казахстанский боксер больше попадал одиночными ударами, ну, а затем уже пошли удары сериями. Показывают нам Жаната Жакиянова, экс-чемпиона одной из версий. Сегодня он почетный гость на этом турнире. Приехал он из Петропавловска поддержать своих друзей, своих земляков. И второй раунд, друзья. Снова без страха и упрека, не ожидая ни секунды, пошли вперед оба боксера. Есть хорошая серия сейчас от азербайджанца Айдын Ельжанов успевает отвечать. Снова в ближнем бою. Да, тяжело придется судьям здесь подсчитывать удары. Боксеры сражаются во втором легчайшем весе, поэтому надеемся, что этот заданный им еще в первом раунде темп сохранится. Напомню вам, что у Айдына Ельжанова четыре проведенных поединка на профессиональном ринге. Одно поражение, три нокаута. Что касается его соперника, то у него в два раза меньше. Два противостояния на ринге профессиональном. И одно из них завершилось поражением, а второй нокаутом. Отобрал себе центр ринга Ельжанов. Ну вот вы видите, что хорошо работает очень скоростной боксер из Азербайджана. И где-то даже ему комфортно работать вторым номером, чтобы такими вот резкими контратаками нагнетать своего соперника. И вы слышите гул на трибунах. Один Ельжанов сумел провести свою хорошую атаку. 1995 года рождения боксер из Азербайджана. Все свои поединки ранее он проводил с боксерами из разных стран. Среди них есть грузинский файтер. Квиша попала Шевили. Был бой и Мухаммадом Хафизовым из Российской Федерации. Нет, на самом деле у него было три поединка. У Оскара Рагимова ошибку допустили организаторы здесь. Ну, где два, там и три поединка. Во второй раунд тем самым завершается. Противостояние Айдына Ельжанова, Оскара Рагимова. Айдын Ельжанов на два года старше своего соперника. Он 1993 года рождения, 25 лет этому файтеру. Дебютировал он на профессиональном ринге три года назад. И большинство его поединков были с казахстанскими боксерами. Тот же Багдад, Олимбеков, Ельжан, Ельжан, Залилов, Аблаяхан и Сентаев. Ну, продолжим. Смотрите за противостоянием в третьем раунде. Словно Тигр подкрадывается к своему сопернику Айдын Ельжанов. Но такое ощущение, что пока что никак не может найти он ключ к обороне соперника. Хорошо двигается Оскар Рагимов. И слышим мы, как готов буквально выскочить сам на ринг тренер Оскара Рагимова. Очень импульсивный, очень экспрессивный наставник. Видит он, заряжает как бы он своей эмоциональностью и подопечного. Видим, что Рагимов в третьем периоде уже несколько раз сумел хорошо попасть по казахстанскому файтеру. Взалека пытается расстреливать Айдын Ельжанов. Оскара Рагимова пока что ничего особого не выходит. Пропускает в голову левый прямой. Судя по всему, стратегия Ельжанова заключается в том, чтобы прижать канатом азербайджанца. И там уже поработать хорошо с сериями. Но очень быстрые, очень резкие. Оскар Рагимов не поддается. Вот сейчас в этой серии есть два удара. По корпусу, по голове попадает Айдын Ельжанов. Конечно же, мы всем сердцем за нашего земляка. Самое главное, чтобы хватило сил, хватило физики для того, чтобы уже в четвертом раунде, судя по всему, поединок продлится все четыре отведенных трех минутки. Он сумел уже взять поединок в свои руки и поставить красивую точку. Но не будем забегать вперед. Это бокс. Здесь на ринге возможно всякое. Ну и завершается очередной раунд. Третий по счету, уважаемые друзья. Айдын Ельжанов из Астаны, столицы Казахстана. Его соперник Аскар Рагимов из столицы Азербайджана Баку. Если смотреть, присматриваться в синий угол на лицо Айдына Ельжанова, очень спокоен. Он хорошо дышит, это радует. Давайте посмотрим на повторах, как все было. Разнообразнее, интереснее работает Айдын Ельжанов, нежели соперник. Видим, что его атаки начинаются с корпуса. Затем он плавно переходит и пытается расстреливать по голове соперника. Ну и последний раунд, уважаемые друзья. Айдын Ельжанов наверняка что-то в своем арсенале хранит, какой-то сюрприз. Мы все ждем его. Поэтому видим, что отдал он инициативу Аскару Рагимову. Тем интереснее, конечно же, друзья, это противостояние. То, что нисколько не поддается азербайджанский файтер. Равные по силе соперники. Ну и здесь, наверное, не хватает все-таки поддержки зрителей. Айдын Ельжанов. Да, все-таки в четвертом раунде видим, что один Ельжанов уже полностью прибрал поединок к своим рукам. И все его атаки, начинающиеся с дистанции, достигают цели. Ну а Аскар Рагимов совсем не похож на себя самого первого, второго, третьего раундов. И силы у него как будто бы оставили точность ударов, не та. Но ведь это всего четвертый раунд. Боксеры подобного веса. Напомню вам, это второй легчайший вес. Могут сражаться, ну, не все, конечно, и на более длинных дистанциях. Ну и сейчас последние секунды четвертого раунда, друзья. Один Ельжанов в этом заключительной трехминутке, можно сказать, полностью прибрал необходимые очки в свою пользу. Ну и завершается тем самым поединок между Айдином Ельжановым и Аскаром Рагимовым. Друзья, напомню вам, во втором легчайшем весе бились эти файтеры. Ну а самый главный поединок, который мы с нетерпением ждем, это противостояние Бейбета Шуменова с турком Хизни Алтункая за вакантный пояс регулярного чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBA. 18.00 начнется этот поединок. Несомненно, победу в этом противостоянии одерживает, конечно же, один Ельжанов. Был он не хуже на протяжении трех раундов и сейчас в четвертом раунде все-таки сумел прибрать пользу в этом поединке в свою сторону. Друзья, напомню вам, во втором легчайшем весе бились эти файтеры. Друзья, напомню вам, во втором легчайшем весе бились эти файтеры. Друзья, напомню вам, во втором легчайшем весе бились эти файтеры. Второй третий, 37-40. Третья третий, 37-40. Винный пункт по единственным решениям. Брайвистан, жениске жеткен шаршалаңын көкбірші, Айдам! Да, третий, 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 третий. Третья третий, 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 третий. Третья третий, 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 третий.